Для эффективной защиты восточной границы необходимо преобразовать как минимум два приграничных батальона ЗМСА в постоянное подразделение. Об этом заявил соучредитель Организации устойчивости северных стран и бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гаррисонс. По его убеждению, в Латгалии должны быть созданы подразделения быстрого реагирования, которые в случае необходимости смогут быстро переместиться и встретить беспилотник в безопасной местности. Отметим, на прошлой неделе в регионе были развернуты мобильные боевые группы, вооруженные ракетами ПВО. В то же время, Гаррисонс считает, что помимо ракет РБ-70 необходимо приобрести и более мобильное оружие, такие как ракеты, стингер и другие. Кроме этого, на границе нужны один штатный инженерный батальон, способный быстро развернуть и поддерживать все запланированные оборонительные сооружения, а также штатные подразделения и солдаты, которые будут нести службу на латвийской границе в круглосуточном режиме. В скором времени из Риги в Дагу полосе обратно, помимо уже существующих поездов, можно будет добраться с пересадкой в Айскроукле, а дальше до столицы уже на электричке. Как рассказал министр сообщения Бришкин, все прямые маршруты останутся. Он также подчеркнул, что во многих местах Европы, в том числе в Северной Европе, в Швеции, очень много таких вариантов, когда есть прямые маршруты, а есть варианты, где транспорт курсирует чаще и куда можно доехать с одной пересадкой почти каждый час. Сейчас между Дагу полосом и Ригой ходят пять поездов в день, будет семь. То есть появится два дополнительных рейса с пересадкой в Айскроукле. Ждать долго не придется, говорит министр, 10 или 15 минут. Остальные пять рейсов останутся прямыми, но время может измениться. Все эти изменения вступят в силу с 15 декабря текущего года. В данном случае это беспилотный проект Министерства сообщения, и если он пройдет успешно, то в планах запустить подобные железнодорожные рейсы и другие города Латгалии, а также Лепую, Цессис, Венсплс, Валмеру и Голпаны. В Дагу полосе начался очередной отопительный сезон. Уже для всех многоквартирных домов, в том числе и тех, которые находятся на обслуживании жилищных оперативов. Поэтому, если в вашей квартире ротиаторы по-прежнему остаются холодными, то смело обращайтесь в ПЖКХ или другие обслуживающие жилой фонд компании с просьбой провести работы по развоздушиванию системы. С 8 сентября начнет свою работу бригада сантехников оперативного реагирования, чтобы в срочном порядке выполнить все поступающие заявки по развоздушиванию домовой системы отопления. Если жильцы констатировали воздушную пробку, они могут позвонить как в аварийную службу, так и в абонентный отдел или же в дом управления. Мы примем все заявки и постараемся их выполнить в кратчайшие сроки. Важная информация. В тех квартирах, где было зафиксирование за воздушивание системы и батарея остаются холодными, впоследствии будет сделан перерасчет счета за отопление. К слову, до 7 октября к системе отопления предварительно были подключены более 145 многоэтажек, которые обратились с заявлением в ПЖКХ. И первую заявку от жителей предприятие получило уже 1 сентября. Обращаем ваше внимание. В случае, если температура воздуха повысится до плюс 10 градусов и выше, то домовая система отопления будет отключена автоматически, а при понижении температуры она заработает вновь. Что касается тарифа на тепловую энергию в Дагуфлосе, то с 1 октября он составляет 63 евро за мегаватт-час. То есть, по сравнению с началом прошлого отопительного сезона, он понизился на 26%. Новый тариф будет оставаться в силе до завершения отопительного сезона. С регулярной периодичностью горожане задают вопрос об установке на остановках общественного транспорта более качественных и современных павильонов, под которыми можно было бы укрыться от сильного дождя, посидеть в ожидании автобуса или трамвая, а также по возможности получить какую-либо полезную информацию. В этой связи самоуправление планирует провести реновацию этих объектов, причем не потратив при этом ни цента. Практика в реализации подобных проектов есть. Смысл таков. Муниципалитет проводит аукцион, лотом которого являются места автобусных трамвайных остановок, которые частные компании затем смогут взять в аренду, установить там павильоны, на которых можно будет размещать рекламу. Как рассказал депутат Городской думы Игорь Прилата, в будущем остановки должны стать более современными, например, с подключением к беспроводному интернету. Также не исключено, что можно будет синхронизировать систему общественного транспорта с павильонами, чтобы были дополнительно установлены мониторы отслеживания движения прибытия и отправления общественного транспорта. В любом случае, это проект будущего, который сегодня прорабатывается специалистами самоуправления Далгоплеса. Балконы – это одна из конструкций многоэтажных домов, которые нуждаются в срочном ремонте. Специалисты отмечают, что ситуация с балконами в Далгоплесе далека от удовлетворительной. По-хорошему, в капитальном ремонте нуждается большинство балконов, но собственники квартир относятся к таким предупреждениям обслуживающей организации крайне легкомысленно. Это очень актуальный вопрос на сегодняшний день, но программы по софинансированному работ по реновации жилья не включают в себя и реновацию балконов, поскольку это не относится к повышению энергоэффективности самого здания. Но, повторюсь, все зависит от желания собственников квартир. Если они настоят на ремонте балконов, то их отремонтируют в рамках проекта реновации дома. Но конкретно за эти работы придется платить только из своего кошелька. Для решения проблемы не помогла даже муниципальная программа софинансирования. Жители не хотят ремонтировать свои балконы и все тут. В результате конструкция продолжает разрушаться, и наступит рано или поздно тот момент, когда натянутая зеленая сетка уже не спасет. И тогда уже обслуживающая организация вынуждена будет прибегнуть к принудительным мерам. Счет за проделанной работой, конечно, будет оплачивать собственник квартиры. Вот это игра! С такими словами многочисленные болельщики покидали спортивный зал Дворца культуры, где прошел первый матч этого сезона Балтийской лиги с участием Даугавпилс-Университаты. В этот раз наша команда принимала опытных соперниц из литовского поневежеса. Как уже не раз говорил президент клуба Даугавпилс-баскетбол Сыгар Алексеев, в этот раз мы делаем акцент исключительно на своих спортсменах. Пора расти своих баскетболистов, а не делать ставку на легионеров. В итоге в первом матче сезона юности задор взяли верх над опытом. Что это означает? В составе Даугавпилской команды самой возрастной спортсменки Элизи Польша лишь 23 года, в то время как основной костяк поневежеса состоит из более зрелых игроков, возраст которых 30 лет и старше. За их плечами опыт игры в самых титулованных клубах Литвы, а также в сборной страны. И все же на сей раз со счетом 92-89 победу одержали наши баскетболистки. Неимоверная рада, неимоверная горда. Девчонки выложились на 150 процентов. Эмоции, игра открытия сезона в такой атмосфере, где тренера даже не слышно. Они должны были между собой говорить. И у меня были только минутные перерывы, где я могла корректировать игру. В перерыве я им сказала, что наша задача – активная защита. Если у них опыт, возраст, то у нас молодость, активность и активная защита. И то, что мы в первой половине дали забить 47 – это очень много. Ну, третий-четвертый тайм собрались, и я скажу, ну, уже не так было по защите страшно. Но главное – сами попали в свое то, что должны были попасть. Сегодня победила команда. Согласно официальной статистике, лучший результат в составе «Далгуппелской» команды показала Элиза Пойши, набравшая 24 очка. В составе «Паневежис» приз самого результативного игрока команды забрала Габриэля Шульски. Нам это удалось сделать благодаря скорости, командной работе, единению. Мы внимательно слушали наставления тренера. Нашему тренеру удалось отлично прочувствовать игру, понять наши сложные позиции, на которых у нас тяжелее идет игра. Мы все это зафиксировали и выполнили. Сегодня наша миссия была перебегать соперниц, загонять их, и мы это сделали. Результат порадовал и Игоря Алексеева. Мы сделали ставку на своих игроках и выиграли, заявил президент клуба «Далгуппелсбаскетболс». Это оказалось победной тактикой, именно выращивать свои таланты, потому что у нас пять ведущих игроков в этом сезоне пошли играть за клубы «Флагмант» «ТТ Рига» и «РСУ», которые играют в Лиге чемпионов. А мы дальше продолжили выращивать новые таланты, отказались от легионеров, полностью поставили на своих, как и в женской, так и в мужской команде. Сегодня женская команда доказала, что мы можем не только бороться на уровне, но и обыгрывать уже именитых противников, противников, которые играли за сборную Литвы. И полностью трибуны поддержали, и команда билась, и показала результат достойный. Всех с победы, начало сезона, идем вперед, цели поставлены. Развиваем баскетбол в «Далгуппелс». 4 октября должен был стартовать сезон для «Далгуппелской спортивной школы» в мужской региональной лиге. Однако по состоянию здоровья ряда игроков нашей команды, эту встречу клуб вынужден был перенести пока на неопределенный срок. Но ребята возвращаются в строй. И уже 10 октября, если все будет хорошо, они отправятся на выездной матч в Алуксене. В этот же день и наша женская команда проведет игру на выезде против вильнюсского клуба. Но днем ранее, 9 октября, в «Далгуппелсе» пройдет интереснейшее событие. К нам вновь приезжает легендарный клуб «ВФ Рига», чтобы сыграть свой домашний матч латвийской и эстонской лиги против «ВИМСи». Эта встреча пройдет в среду, 9 октября, в «Далгуппелском олимпийском центре». Начало в 18.30. Так что не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok